здравствуйте сегодня мне необходимо нарезать черенки на хранение в зиму для этого необходимо вот такие были побеги я срезал которые уже созревшие вот видимо они темные они обработаны уже железом купоросом вместе с лозой я их обрабатывал и сейчас приступаем к нарезке их вот бирка все подписано чтобы не не попутать они длинные хранится сейчас будем резать по три почки для этого нижней стороны которые здесь я их сразу удалил оставил только где-то начиная с четвертой почки первых три почки можно выбрасывать они как говорится плохо уживчивые и срез начинаем где был усик вот усик как мы видим здесь был мы от усика читаем три почки нижнюю часть я беру для удобства чтобы было все знаки ровно срезаю а верхнюю на искус чтобы не попутать где вверх хоть любому виноградарю это и так все известно на многие когда просят через рынке то я им даю и поэтому они чтобы не были заблуждений я им говорю вверх это где косой срез вот и мы так приступаем раз два три и косой делаем вот почки сразу как раз и 2 вот тут тоже усик был мы тоже отрезаем пока я на хранение режу 3-4 сантиметра снизу больше не делаю а потом когда надо нам будет это черенковать или на врач не доставать мы тогда будем подрезать сколько нам необходимо раз два три вот три и третья почка тоже на искусство сделать здесь две почки но оставлю тоже и две почки верхней уже косой среди сделаны теперь нижней все вот так мы нарезаем и так чтобы время сильно не затягивать ваше дорогое время не тратить поэтому это я упущу нарезали мы черенков сделали короб короб сделали из бруска толщиной 30-40 миллиметров в чистоте 30 на 40 размером вышел меня этот короб и теперь необходимо произвести закладку черенкова сейчас я черенков уже наложил и вот сейчас основные все докладываю вот берем черенки ранее мы их подписали завязали их пучки кто поскольку хоть я в данном случае не считаю сколько пучки ну где-то по 10 по 15 штук в среднем вот так я их положил все сейчас мы посмотрим ближе как они мне выглядят вот так меня все это выглядит здесь вот они уложены этот ящик 30 на 40 туда где-то по месяца 500 600 черенков вот так они выглядят теперь это необходимо закрыть еще картонкой сейчас мы будем закрывать поверхность эту картонку закрываю я берем мы обыкновида картонку а если необходимо какую-то часть черенков до 100 и раньше времени другой попозже то можно это просто сделать такую перемычку между ними чтобы разделить и знать какую часть раньше мы будем доставать разделили и все и мы будем знать какую часть нам необходимо будет раньше время достать теперь берем закрываем картонкой это все аккуратно дело вот такая крышечка меня двойная но одна часть наложится вонут короба а другая перекрывает внешнюю сторону короба и так мы закладываем так закрывать все закрыли можно это и землю не засыпать ничего здесь не будет под снегом можно просто шиферинка наложить и достаточно будет и будет она держаться зимой если необходимо нам достать черенки спокойно шифер снимем и можно достать есть эти черенки необходимо сохранить до весны и в этом коробе чтобы они проросли у нас далее корешки то необходимо корневая система которая будет давать корешки расположить ближе к солнцу вверх а вниз это будет та сторона которая будет давать нам побеги теперь это можно засыпать землей а можно и закрыть всем нибудь другим в данном случае я засыплю землей и так приступаю к засыпке не землей беру лопату и аккуратно засыпаю делайте наподобие бугорка холмик такой небольшой толстый слой они делали достаточно 5-10 сантиметров и никуда они не денутся земля здесь зимой под снегом не замерзнет она будет тоже талой и когда нам не подниму будет зимой достать черенки мы спокойно этот холмик разгребем и так же самым можем достать те же самые черенки и их использовать для работы а можно хранить и в холодильнике и подвальной части или погреб кого где есть возможность вот так их хоронили и здесь они сохранятся хорошо вот так надежно черенки на зиму будут сохранены ну вот и все кто желает получать известия о добавленных новых мною видео то подписываемся на канал всем желаю успеха и удачи всего доброго до свидания а